Достигай Израиль и весь мир Баруха Шем, возлюбленные, да будет благословенно имя Господне! Добро пожаловать на нашу передачу! Синтия, моя дорогая жена, сегодня мы будем говорить о том, как Господь провозгласил над Авраамом, что через его семя благословятся все народы земли. Меня поражает и ободряет то, что Бог дал тебе, и это то, как сильно ты ценишь еврейские корни нашей веры в Царя нашего и Господа Иисуса. Да, Бог хочет, чтобы мы расширяли свои возможности, а не просто пребывали в зоне комфорта. Это прекрасно, что мы любим своих близких, свою семью, но Бог призывает нас к большему, к новому уровню любви. И когда мы расширяем свои границы, за этим всегда следует благословение. На ум сразу же приходит Его живая вода. Думаю, именно в ней мы сейчас и пребываем. Мы окунулись в Его живую воду, динамичную воду, и опускаемся все глубже и глубже в познании нашего Господа. Дорогие зрители, настройте свои сердца и приготовьтесь нырять вместе с Духом Святым, чтобы получить полноту Его откровения. Аминь. Бог Отец, мы молимся о том, чтобы видеть так ясно, как никогда, Твой план искупления, который начинается в бытии и заканчивается в откровении. Баруха Шем, возлюбленные! Баруха Шем, сегодня мы продолжаем третий сезон Мессианского пророчества. Это третий выпуск третьего сезона. Я советую вам посмотреть весь этот цикл. Вы можете сделать это на нашем сайте. У нас есть первый, второй, третий сезон. Есть различные виды мессианского пророчества. И в этом цикле я рассматриваю разные места. Если вы действительно изучаете Слово Божие, то должны понимать это. Многие наивно предполагают, что мессианские пророчества касаются всех предсказаний еврейской Библии, которые говорят о том, как будет выглядеть Мессия, когда придет. Но на самом деле эти места намного шире, чем предсказательные места. Как говорит мой друг, доктор Майкл Браун, «Чаще это больше похоже на музыку, чем на математику, на искусство, чем на науку». Иными словами, чтобы правильно понять мессианские пророчества, нужно понимать, что у них есть разные цвета. Это как полотно. Это вся еврейская Библия, которая указывает на Иисуса. Некоторые мессианские стихи имеют типологическую природу. Это предсказания, которые уже исполнились во времена написания еврейской Библии. Но они исполнились еще больше, когда пришел Иешуа. Другие мессианские стихи являются тенями. Ранее в этом цикле я говорил о жизнях библейских патриархов и ключевых персонажей Танаха. Я показывал вам, как их жизни и служения указывали на служение Мессии Иисуса. Иешуа — божественный глава Израиля. Его божественный представитель Иешуа исполнил в себе историю Израиля. Иешуа прошел в своей жизни и своем служении через то же, что и патриархи. Еврейская Библия указывала на Иисуса. И поэтому Иисус является ее кульминацией. Все истории еврейской Библии, например, история с медным змеем в пустыне, «Когда дети Израиля умирали, они должны были посмотреть на медного змея, которого держал Моисей». Это была тень царя Иисуса. Это не было предсказательное пророчество. Это была тень, прообраз, который указывал на Иисуса. Он сам использовал этот пример. Он сказал, как Моисей поднял змея в пустыне, «И каждый, кто смотрел на змея, спасался». Так должно быть вознесено Сыну Человеческому. И каждый, кто посмотрит на него, спасется. Вот почему я хочу напомнить сегодня тем, кто, возможно, не видел первый и второй сезон, что мессианские стихи весьма обширны и глубоки. Сегодня же мы сконцентрируемся на предсказаниях. Это места в Танахе, которые были объективно подтверждены, когда пришел Мессия. Например, сегодня мы откроем Бытие 22 главу, 18 стих. Там мы читаем о том, что Мессия будет от семени Авраама, что он будет потомком Авраама. Иными словами, Мессия не придет из другой народности. Бог явно сказал, что он будет из потомков Авраама, Исаака, Иакова и Иуды. Он дал нам род, из которого придет Мессия. Это факт, который можно подтвердить. Если кто-то в мире называет себя Мессией, я говорю гипотетически, и он не из этого рода, мы понимаем, что он не может быть Мессией. Писание дает нам явную линию, из которой должен появиться Мессия. Мы начинаем рассматривать эту линию с Авраама, отца Иудеев и всех верующих. Послушайте, что мы читаем в Бытии 22 главе, 18 стихе. Господь обращается к Аврааму. «И благословятся в семени Твоем все народы земли за то, что ты послушался глаза моего». Это было после того, как Авраам отдал всю свою жизнь Господу. Он показал это через свою готовность принести в жертву Богу своего единственного сына Исаака. Бог говорит, «Так как ты был готов сделать это, Авраам, и не пощадил ради меня своего единственного сына, я знаю, что ты боишься меня, и в твоем семени, Авраам, благословятся все народы земли». Я хочу обратить внимание на две вещи. Во-первых, мы знаем, что Мессия должен прийти через род Авраама. Во-вторых, когда Мессия придет, он придет не только ради Израиля, но ради всех народов земли. В Мессии и Иисусе нет второсортных людей. Мы все равны в нем. Мы — сонаследники. «Бог есть Бог евреев, язычников». Разве Бог не создал всех нас? Он создал всех людей. Вот почему мы читаем в Откровении, что всякое племя, язык и народ будут прославлять Его. Мы видим яркое полотно. Все племена и народы земли будут прославлять Его вместе в едином духе, потому что все мы объединились через Мессию и Иисуса. Но Мессия и Иешуа пришел через род Авраама. Вот почему Иешуа сказал в Евангелии от Иоанна, в 4 главе, «женщине у колодца». Женщина, мы знаем, чему поклоняемся, потому что спасение от иудеев. Вот почему так важно, чтобы христиане уважали иудеев. Павел говорит об этом в послании к римлянам. Он говорит, «Мы получили Тору, Библию, от иудеев. Получили от них же и заветы, и сам Мессия пришел как иудей». Вот почему мы должны уважать то, что получили от них. Павел предупреждает язычников, чтобы они не были надменны в отношении иудеев. Он говорит язычникам, «Если бы не иудеи, то вы все еще были бы далеки от Господа». Бог любит иудеев и язычников одинаково. Но важно, чтобы мы знали, что должны стоять вместе с иудеями. Мы должны любить их, молиться за них, уважать их, потому что Бог пришел в мир через потомков Авраама. «Шалом, увраха» — это одна из моих любимых еврейских фраз. «Шалом» — это мир, а «увраха» — это благословение. «Шалом, увраха» — мира и благословений вам. Бог дает своим детям свой шалом, свой мир, полноту во всем и благословение. «Шалом, увраха» — от Господа. Мира и благословений вам. А что такое благословение? Это когда вы принимаете Божью благость. Иисус сказал в заповедях блаженства. Блаженны кроткие, блаженны праведные. Фактически он говорит нам, вы счастливы в Боге, когда вы благословлены, потому что Сам Господь дает вам то, что приносит вам божественное счастье. Также он говорит, блаженны миротворцы. Божья благость к нам включает в себя «Шалом, увраха» — мир и благословение. Это та же еврейская фраза, которой я хочу поделиться с вами сегодня. А вы можете повторить ее со мною. Повторяйте за мной. «Шалом, увраха», увраха. Я говорю вам сегодня «Шалом, увраха» — мира и благословений. Мы читаем в Новом Завице в Евангелии от Матфея первой главе, первом стихе, важную информацию. Матфей начинает свое Евангелие с того, что рассказывает церкви о том, что Иешуа произошел от Авраама. Он говорит о родословии Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраама. А в послании к Галатам мы читаем такие слова. Это 3 глава, 16 стих. «Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном и семени твоему, которая есть Христос». Иными словами, когда мы смотрим на мессианские стихи, мы видим, что искупительный план Божий должен был исполниться в мире через семя Авраама. Павел говорит нам в послании к Галатам, что когда Господь дал это обетование Аврааму, когда он сказал, «Авраам, в твоем семени благословятся все народы земли», то Господь не имел в виду, что это исполнится через множество потомков, но через одного потомка. И этот потомок – жемчужина Израиля. Иисус – мессия. Аллилуйя. Он самый известный иудей, который когда-либо жил. Он – Иисус, Сын Бога Живого, Царь Иудейский. Господь продолжает вести нас по пути мессианских стихов, помогая нам понять, что не только Авраам поможет нам увидеть Мессию. Он дает нам другие подсказки. Мы знаем, что у Авраама было несколько жен и детей. Бог продолжает показывать ту линию, ту реку, через которую Мессия придет в мир. Мы не только читаем о том, что он будет потомком Авраама, но потомком Исаака и Иакова. Это три патриарха Израиля. Авраам, Исаак и Иаков. Мы читаем об этом в Бытии 17 главе 19 стихе. Я даю вам много мест Писания, но я хочу, чтобы ваша вера укоренилась в Слове Божьем. В сегодняшней культуре люди живут на основании чувства, на основании субъективного. Люди перестали полагаться на Слово Божие и начали искать прямой связи эмоционального переживания и чувств. Я не против эмоциональных переживаний, прямых связей с Богом. Я люблю встречи с Богом. Но мы должны понимать, что можем впасть в заблуждение. Кроме того, чувства приходят и уходят. Наша вера должна укорениться в почве Божьего Слова. Я хочу, чтобы вы увидели, как Мессия открылся в еврейской Библии. Это укоренит вашу веру, и вы сможете противостать переменчивой культуре, в которой мы живем, и чувствам в этой жизни. А вы сможете сделать это, потому что ваша вера будет укоренена в Слове Божьем, которое не меняется. Трава сохнет, и цветы вянут, но Слово Божие пребывает вовеки. Так послушайте, это драгоценное, замечательное Слово Божие. Мы посмотрим с вами книгу Бытие, 17 главу, 19 стих. Бог обращается к Аврааму. Бог же сказал, именно Сарра, жена твоя. Авраам думал, что все это произойдет через Агарь, потому что его жена не могла зачать. Авраам хотел оставить Сарру, думая, что это все произойдет через Агарь. Но Господь говорит, нет, именно Сарра, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак. И поставлю завет мой с ним, с заветом вечным. Мне нравится это слово, вечный. Сколько будет длиться этот завет? Вечно. Навеки. Матфей начинает свое Евангелие с родословия Иисуса, которое начинается от Авраама. Следуя по пути мессианских стихов, мы увидим, что этот путь сужается. Далее мы видим, что это будет не просто потомство Авраама, но сын Авраама, Исаак. И не только Исаак, но через сына Исаака, Иакова, от которого произошли двенадцать колен Израиля. Мы читаем в книге «Числа». Это 24-я глава, 17-й стих. Загадочное слово, в котором автор говорит «Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает джезл от Израиля». Это мессианский стих. В мире много разных религий. Откуда нам знать, что Мессия Иешуа тот самый? Как нам знать, что Он говорит истину, называя Себя путем, истиной и жизнью, и что никто не может прийти к Отцу, как только через Него. Все дело в том, что другие религиозные лидеры, вне иудейско-христианской веры, не были из этого рода. А мы знаем, что иудеи настоящие носители откровения единого, истинного Бога, который дал откровение о монотеизме, о том, что есть лишь один Бог и что через них пришел Мессия. Мы читаем у Матфея в первой главе, втором стихе. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. А у Луки мы читаем в третьей главе Иаковлев, Исааков, Авраамов. Иешуа шел по заранее определенному пути, чтобы показать нам, что он тот, через которого, как говорит Писание, будет искуплен мир. Опять же, когда мы укоренены в Слове Божьем, нам не нужно бояться, когда мы встречаемся с человеком из другой религии, который убежден в своей правоте, так же, как и все ваши друзья, христиане. Почему вам не нужно бояться? Вам не нужно бояться, возлюбленные. Когда вы знаете, что иудеи действительно избранный Божий народ. Я просто знаю это. Я знаю об этом потому, что так мне говорит Слово Божие. Глядя на жизнь иудеев, я вижу то невероятное влияние, которое они оказали на землю. Это сверхъестественно. Это превыше разумения. Иудеи составляют одну пятую от одного процента населения мира. Но, если посмотреть на список самых богатых людей мира и Америки, то большинство из них иудеи. Как это случилось? Или посмотрите на количество иудеев, которые совершили прорывы в науке, медицине. Они придумали множество лекарств. Я посвятил целый выпуск различным вкладам иудеев. Как это произошло? Откуда эта гениальность? Она от Бога. Я не возношу иудеев, а говорю о том, что Божье помазание на иудеях. Мы видим это в Слове. Он выбрал потомков Авраама, Исаака и Иакова, чтобы принести особый свет в мир, благодаря которому пришел Мессия. Когда вы знаете это и видите, что мессианские стихи укоренены в Библии, как они показывают нам, что Мессия придет через иудеев, то вы можете знать, что правы, даже когда выступаете против людей, которые убеждены в правоте ислама. Вам не нужно переживать, потому что вы говорите, «Я знаю, что есть лишь один Бог. Я знаю, что Мессия мог прийти лишь через иудеев. Я вижу доказательства тому, что иудеи избранный Божий народ в том невероятном помазании, которое невозможно объяснить возлюбленное. Это укоренит вас в вере, когда вы столкнетесь с оппозицией». Опять же, рассматриваем родословную, тут сказано, Авраама, Исаака и Иакова. Мы знаем, что у Иакова было 12 сыновей, они стали главами 12 колен Израиля. Одним из этих сыновей был Иуда. Писание рассказывает нам о том, через кого придет Мессия. Оно говорит нам, что Мессия придет через колено Иуды, одного из сыновей Иакова. Я читаю Бытие 49.10. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчресал его, доколе не придет примиритель Мессия, и ему покорность народов». Итак, как мы видим в мессианских стихах, Мессия произойдет от Абраама, его сына Исаака, сына Исаака Иакова. У Иакова будет 12 сыновей, но Мессия произойдет от Иуды. Мы читаем об этом еще в первой книге Библии Брешит, книге Бытия. Послушайте еще раз, потому что это сильные слова. Бытие, 49 глава, 10 стих. «Не отойдет скипетр». Скипетр — это жезл правителя, признак царства и власти. Не отойдет скипетр от Иуды. Этот царский жезл не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель очресил его, доколе не придет примиритель, Мессия, и ему, Мессии, который произойдет от Иуды, покорность народов. У нас есть удивительные доказательства того, как Иешуа исполнил это пророчество в Брит-Хадаша в Новом Завете. Я хочу начать с Откровения 5 главы 5 стиха. В этом фрагменте Иоанн видит свиток на небе. Этот свиток нужно открыть, чтобы Мессия смог вернуться, дабы суд пришел на землю. Бог должен очистить мир от зла, чтобы Мессия пришел и царствовал. И когда этот свиток является на небе, нет никого достойного, кто бы открыл свиток. Библия говорит, что они начали плакать, потому что никто не мог открыть свиток. И лишь когда будет открыт свиток, Мессия сможет явиться. Мы видим плач на небе, потому что нет никого достойного. Они начинают искать на земле кого-то, кто будет достойным. Они смотрят на великих мужей и жен. Они смотрят на библейские и исторические личности, смотрят на Авраама, Исаака, Иакова, Даниила, Исаию, Языкию и других героев Библии. Никто из них не может открыть свиток. Тогда они начинают смотреть в аналы истории на великих мировых лидеров, мать Терезу, великих царей и политиков, великих президентов, гуманистов, но никто из них не оказался достоин. Тогда они начали смотреть на небеса и на моря, но никто не был достоин. Плач на небе нарастал. Не было никого, кто был бы достоин открыть свиток. Из-за этого Мессия не мог занять свой престол власти над землей. Но внезапно среди плача в его кульминации Мессия, сам Иисус, открывается, и мы слышим вот что не плач, а вот лев от колена Иудина. Мы уже говорили об этом. Корень Давидов победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. Мессия из колена Иудина. Он может это сделать. Он пришел и исполнил это мессианское пророчество. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословением. Бог сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Иудина. Иудина. Я Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиль, благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом Своим на вас и будет милостив к вам. Добротит Господь лицо Своё на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам своё свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Вы когда-нибудь чувствовали себя далёкими в отношениях с Богом? Присоединяйтесь к нам в следующий раз, и вы узнаете, как Бог использует эти времена, чтобы приблизить нас к себе. Вы получаете назидание в вере и обновление через проповеди Равина. Если вы получаете благословение через проповеди Равина Шнайдера, мы приглашаем вас стать нашим партнёром. Достигая Израиля и весь мир, заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране, чтобы стать партнёром служения Равина, снарядить тело Христа, созидать церковь и благовествовать этому миру. Благодаря вашей поддержке, служение, узнавая еврейского Иисуса, сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без вашего участия. Вместе мы производим перемены и готовим путь для возвращения Царя Иисуса. Когда я только принял спасение в 78 году, я знал, что Бог суверенный, что Он Творец, и Бог вложил в моё сердце любовь к Нему, но я не понимал, что Господь ждёт, чтобы я отвечал взаимностью на Его любовь. Я обращался к Нему как к Богу Всемогущему, но я не понимал того, что Бога трогает. Когда я по собственной воле принимаю решение любить Его, я понял, что Бог не только Всемогущий, но ещё и самый смиренный во Вселенной. Его глаза осматривают всю Землю в поисках тех, кто ответит Ему взаимностям. Это откровение изменило меня. Я верю, что оно прямо сейчас меняет многих из вас, пока я говорю всё это. Если наше служение благословляет вас, если вы верите, что в этом есть Бог, если вы чувствуете, что Дух Божий побуждает вас проявить свою любовь к Богу через пожертвования, то будьте послушны Ему, и вы не пожалеете об этом. Если вы хотите стать нашим партнёром, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесёт Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейдер. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 453-7. На Земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса».